здравствуйте уважаемые подписчики и зрители все те кто интересуется здоровым питанием природа экологии в этом видео я хотел поделиться с вами хорошими новостями сейчас вкратце я озвучу те темы которые собираюсь раскрыть в этом видео начало первых по поводу моей поездки в скажу пару слов буквально во вторых по поводу того что я перешел на питание пшеницы в третьих я неделю назад сдал анализы мочи и крови раскрою этот так сказать пункт и в конце видео выложу фотографии чтобы могли более подробно ознакомиться также здесь сверху будет ссылочка на результаты анализов которые делал еще в донецке феврале этого года можно будет попытаться сделать сравнительный анализ там немножко качество самого напечатанного бланка конечно ниже мы делаем это значит дальше также расскажу по поводу зарядки небольших физических упражнений которые я делаю утром стараюсь также я вместе кто заметил сейчас нахожу совсем другом месте то есть и как бы я дома но это флиги по поводу монетизации на своем канале скажу пару слов значит по поводу того что какие меня финансы поет романс и по дыхательных упражнений режима сна бодрствования в общем вот такие меня темы начнем самого начала во первых я бы хотел искренне извиниться по поводу качества моих видео во первых меня нету возможности каждый день находиться в интернете у меня мтс коннект беспроводной я плачу по 5 гривен за сутки поэтому люди мои извинения качество видео я сжимаю на видео мастер и дело очень низкое качество дело не качи изображения о том что достаточно неплохо видно что я пытаюсь приготовленной пищи но ночью конечно некоторые пишут что хомячат сыроеды но если человек уже находится на сыроедении допустим как я еще и записываю это видео то вы понимаете по крайней мере сыроеды должны понимать что последствия могут быть если днем есть одну пшеницу ночью что-то другое хомячить меня например я съел пару жменик семочек жареных естественно у меня сильно болел желудок это было в самом начале не удержался сел на сильно болел желудок я после этого ни в какую во вторых хотел бы извиниться по поводу моего внешнего вида очень многим может это не понравится но у меня вот такого сейчас настрой и он уже длится более двух лет городу вот да то тоже свои причины далее по поводу поездки киев поезда киев пришла удачно я там был четыре дня три дня из которых была международном историческом центре значит проводилась видео там все это есть я же там выступала на счет с тема и по питанию делился своим опытом вина со сыроедения монофруктоедения вот но там сидели такие люди они меня вопросами завалили я не все успел раскрыть в общем говоря по поводу поездки в киев дальше по поводу того что я перестал взвешиваться но сейчас вы понимаете постоянно одетый дело в том что и в доме здесь в апреле не топится нету газа нету батарей на то есть вполне определенные причины не буду их озвучивать в чем плюсы для меня то есть у нас есть электрообогреватель но я имя не пользуюсь во-первых потому что за них надо платить во вторых когда комнате допустим сейчас здесь плюс четыре вот но в доме было плюс 5 плюс 7 в таком где который находился в общем говоря когда такая температура у меня хорошо работает компьютер он постоянно у меня идет зависть вебки постоянно мне идет конвертация видео мастером и мой процессор значит сто процентов загрузки и благодаря тому что здесь прохладный воздух компьютер не перегружается хотя иногда и подвисает таким образом если начнут протапливать он начнут грузиться перегружаться тормозить и я не буду успевать делать то что мне надо делать это во первых когда такое происходит допустим летом и об этом полностью на переживает но мне отражается также конце видео когда буду раскрывать анализ и расскажу по поводу своего состояния в плане работы сердце есть некоторые нюансы далее по поводу температуры воздуха прохладном воздухе но кислорода также много праны это для меня большой плюс те кто хотя бы немножко смотрит мои видео дневники значит я грею воду пью воду теплую значит пшеницу также я промываю так сказать теплой водой обязательно становится нормальной температуры и меня на них охлаждает далее также я греюсь бутылками что типа грелки делаю и запас ну в общем я как бы мерзляк да руки холодные ноги это самое да но допустим донецком супермаркете я проработал три года на заморозке но я там работал этом двигался поэтому сейчас стараюсь делать упражнение в общем тема одежды и веса я не взвешиваюсь потому что мы допустим в киеве я набрал на 4 килограмма там меня еще ли яблоки яблоками на еще свои брал капусту покупал набрал четыре килограмма там было 72 килограмма потом они же взвешивался без одежды 66 и 5 и потом с одеждой 75 но чем говоря одежда на мне 10 килограмм и сейчас вес порядка 66 и где-то так килограмм для моего роста и возраста это вполне нормальный вес по поводу веса я не переживаю далее ну зарядка стараюсь соблюдать режим допустим когда я делал приседания мне после этого начала болеть правая коленка коленный сустав я пристанье пока перестала делать перешел я во флигель значит по следующим причинам когда я сделал анализы врач также послушал мое сердце об этом скажу я чуть позже но очень надо более спокойно обстановка потому что в доме во первых у меня там папа в соседней комнате завел щенка четверых котят вот он на них любит покричать но у него там тоже свои проблемы с психикой ему это как громоотвод им надо обязательно с ним то поговорить на кого-то покричать но когда он это резко делает на мне это не очень хорошо отражается я когда сосредоточен на чтение книги либо прослушивание лекции чем обычно занимаюсь вот либо смотрю какое-то видео я сконцентрировал на тону а там вот в общем после донецка после обстрелов на меня это отражается я решил сюда перейти здесь гораздо спокойнее никто мне не трогает вот далее что я хочу сказать по поводу монетизации на моем канале я очень-очень хорошо хочу отключить видео отключить монетизации на моем канале но сейчас у меня по итогам значит апреля по ноябре уже накопала 33 евро чтобы получить платеж надо 70 пока я монетизация отключать не буду и плавно перейду к следующей теме значит когда я сюда переехал через полтора месяца я оформил статус беженства мне стали перечислять материальную помощь это делась три месяца первым месяцам 650 и остальные два по 250 говорят что должны были платить больше поскольку я уже более двух лет не работал по ней естественно что платили меньше и вот свершила деньги платить перестали деньги эти закончились у меня были орехи я продал немножко ореха там в районе треслогрин получилось я сделал запасы пшеницы сейчас у меня около 70 5 килограмм пшеницы надеюсь мне на три месяца хватит еще 100 гривен осталось сейчас пшеница была 27 28 сейчас уже 30 32 вот по поводу монетизации почему хочу ее отключить но во первых подачи отцена рекламу я считаю что никакого другого предназначения реклама нет делать человека несчастным с тем что у него уже есть точек говоря с в интернете в интернет магазинах ищет какой-то товар и когда он посматривает видео автоматически ему показывается именно те товары которые он и просматривал в интернет магазинах ты пока еще не приобрел таким образом это постоянное напоминание о том что у него есть что-то что его не устраивает и что он должен купить и поэтому как бы не испытывать большого счастья но мой канал как бы призван людей людям рассказать о том что есть альтернатива тому образу жизни которые не виду да я боже акцентирую внимание то что насколько трудно жить в наших условиях рост цен инфляции там подобно но насколько еще труднее жить когда находишься в оккупации то есть когда человек привыкая к нормальному образу жизни до зарплата работа внезапно лишается всего этого и на дабы попадают покупаться как я находился он не знаю что с этим делом я сообщался с многими людьми оккупациями разное состояние конечно было но меня спасало то что я уже год до оккупации был как веганом меня это очень сильно спасало не ну то есть не я был с бабушкой больной мы остались без пенсии 10 месяцев вообще никаких денег не было и те на как сбережения которые были я тоже не работал на 1 пенсии сидели я делал запасы групп меня это спасало таким образом я ни в коем случае не навязывая своего мнения ни в коем случае не занимаясь фанатизмом я только рассказываю свой опыт на своем примере допустим одному человеку может это подойти другому человеку может это не подойти но вот если сложно к эта ситуация не стоит податься в крайности типа там и воровать убивать воевать есть другие выходы и сложить ситуацию надо просто себя переосилить и заняться работой над собой в плане питания это сэкономит и ваша и здоровье и ваш бюджет по поводу монетизации еще хочется сказать что ну во первых я начал заниматься питанием и плавно перешел к так сказать духовному развитию к смене своего характера на более спокойное и чувство что-то там монетизация там как бы до стимула этим заниматься конечно но я должен от этого стимула сбавиться я должен делать это все бескорыстно безвозмездно то есть на благо людям вот такие вот настрою меня я слышал много лекций очень рад что мне полосилка на лекции торсного не геннадьевича ну и дальше понеслось и когда я сюда приехал в отцовой библиотеке случайно казалось священное писание для индусов шиман хагава там я ее залпом прочитал мне очень понравилось потом я загрузил все остальные 11 песен тоже прочитал мне тоже очень понравилось и я головой удавился веру в религию постепенности сантасу не сразу произошло но я не могу сказать что я искренне верующий но снова на те знания которые у меня уже есть по физиологии человека хочу сказать следующее что как минимум читание молитв мантар чем я уже занимаюсь отвлекает человека от плохих раздражающих мыслей и сосредотачить его именно на этих молитвах мантрах таким образом человек успокаивается и ведет более спокойный образ жизни это как минимальный уровень как раз именно то что мне надо значит дальше кому интересно все это почитать ссылочки на видео интересно есть такой сайт и к ворд я я оставлю ссылку и к ворд . вот . и оставлю ссылочку там есть моя публикация по поводу выступления на ощупь тем чем я занимаюсь там мере поступления информации можете зайти почитать я извиняюсь также хочется поблагодарить всех тех кто смотрит все эти видео для меня это очень серьезно серьезная поддержка дело в том что я ни в коем случае не возвожу себя в ранг супер сильного человека прекрасно понимаю что как бы сам человек без поддержки не способен преодолеть большие трудности своей жизни в частности отказаться от того питания которое как он обычно питается допустим сейчас уже 20 дней я питаюсь исключительно пшеницей в начале было две недели я покупал лук вот воду лука хочется сказать это сильная специя она вызывает условный рефлекс сразу хочу слышно запах хочется есть я просто объедался и пшеницы и лука но лук как бы вызывает очищенное сердцебиение немножко повышает давление я понял что его не стоит есть я начале этого года же практиковала я купил два ведра пшеницы из которых большую часть я съел да и тогда я съел я его пшеницу с луком замачивал гречку обычную не варила замачивал при этом температуре 40 градусов чтобы сохранять энзимы белки и чтобы не разрешались и я вы пшеницу или он еще превращал и гречку то не было часа часа из сыроедения потому что гречка уже жареная но сырой гречки зеленую я не находил поэтому такую я сейчас я вам чистую пшеницу значит прорачиваю пшеницу как обычным способом в банку засыпаю пшеницу заливаю водой при такой температуре она настоит сутки двое с водой потом я сливаю воду промываю без воды уже нами прорачиваю пяти дней вот так вот такие его дела значит дальше монетизация публикация на кого-то ставлю ссылочки дыхательные упражнения но в начале я уже четыре месяца этим три с половиной с этим занимаюсь начинал с двух минут дело конечно это все неправильно поспешно так сказать с фанатизмом сейчас я более осознанно к этому подошел что дает дыхательное упражнение на первых это одна из частей йоги но естественно я не йог там продвинутая просто называют дыхательным упражнением мне не то что это пьюти потому что это все нужно делать под руководством учителя гуру как хотите я просто называю дыхательным упражнением вообще если по правилам относится к пранаям значит я начал с двух минут задержки дыхания вообще пранаям можно не обязательно задерживать дыхание на вдохе там или на выдохе можно просто делать глубокий вдох очень медленный выдох очень спокойно очень медленный выдох и чем длиннее будет вдох длиннее будет выдох тем будет лучше пранаяма это делается в йоге для того чтобы успокоить свой ум и перебороть себе материальную зависимости и конечном итоге освободиться от значит материальной жизни и в общем говоря реинкарнация там такое все не будут даваться подробности я пытаюсь рассказывать о том о чем у меня уже есть знание не просто информация тогда я делал по две минуты но потом перешел на три минуты и правильно делать когда ты чувствуешь что вдох у тебя спокойный такой как в обычном состоянии как ты дышишь а у меня были резкие выдохи и это было неправильно вот и надо время значит это эти дыхательные упражнения сидеть неподвижно я каждый раз когда делал минуты перерыва значит двигаться сейчас я делаю по-прежнему не три а две минуты перешел на две минуты вот и не стараюсь не двигаться уже и выдох у меня более спокойным то есть более-менее правильно но опять таки что это дает на физическом уровне то повышает щелочность организма щелочность желудки для чего для того чтобы опять таки сыроедение предполагает не питание мясной пищи для мясной пищи необходима кислотная среда жутко для овощи фрукты значит зерновые значит щелочь таким образом повышая уровень щелочи способствует хорошему пищеварению развитию микрофлоры которая соответственно и занимается процессе своей жизнедеятельности выделением всех неподнимых витаминов тех же b12 опять-таки если микрофлора здоровая но разные по этому поводу мнения есть хочу сказать только следующее на данном этапе плавно перешел к результатам анализа значит на данном этапе результат анализа крови вот такой вот хороший план здесь результаты анализа и больница и фамилия и норма в единицах измерения значит гемоглобин результат значит сначала скажу норма и потом свой результат значит человек жинка человек 130 160 грамм на литр гемоглобина жинка 120 140 грамм на литр гемоглобина но опять-таки нужно учитывать как и учитываются эти стандарты то же самое можно отнести и к измерению давления в измерении температуры допустим температура 36 6 давление 120 180 мужчин женщин там 110 на 70 берется группа людей разного возраста разного веса вообще разного образа жизни измеряется у них давление в разное время абсолютно это происходит сильно то питание после питания и высчитывается средний арифметрической то есть это складывается и делится на количество верности получается 36 6 120 на 80 но и 130 на 160 грамм на литр то есть совершенно непонятно здоровые они или нездоровые ну такие вот нормы системы измерения очень говоря 130 на 160 грамм на литр система измерения показывает норма для человека у меня 128 грамм на литр ну то есть до этой нормы мне не хватает 2 грамма гемоглобина на литр учитывая что у человека 5 литров крови опять-таки в среднем средняя арифметическая то есть 10 грамм 10 грамма гемоглобина мне в организме не хватает по результатам 20-дневного сыроедения на пшенице я считаю что это очень хорошие результаты исходя только из одного гемоглобина по результатам на данный момент я не буду прерывать эту свою этот свой образ жизни это не это это образ жизни образ мышления уже не знаю что будет дальше не берусь прогнозировать но начало очень хорошие идем дальше эритроциты то есть еще нужен гемоглобин гемоглобина краснокровенные тельца они содержат 4 атома железа которые в легких связываться с кислородом и переносит кислород по всем тканям и клеткам от своего рода такие грузовички которые и заниматься транспортировкой кислорода по тканям клеткам соответственно видать не хватает железа мне такой рассказала не хватает железа надо есть мясо вот такое еще было заявление сделано железо исключается будем шаг просто другом мясо исключается будем шаг по другому эритроциты значит норма опять-таки для мужчин 4055 ты на литр наверно 1000 на литр не знаю для женщин 3947 тысяч на литр у меня значит я так понимаю по почерку 43 тысяч на литр опять-таки немного ниже нормы но если бы все эти нормы усчитывались у сыроедов то естественно жестота были бы другими колеровый показник один для всех общий 085-1 15 у меня 088 то есть в пределах нормы лейкоциты эритикулоциты тут не написано тромбоциты не написано это клетки крови которые там тромбоциты так понимаю за иммунитет они отвечают лейкоциты значит норма одна для всех 4090 грамм на литр у меня 45 значит швидкость оседания эритроцитив шоя или соя соя человек-жинка наш человек один 10 миллиметров воды на за починковым жинка 215-15 миллиметров за годы на за починковым у меня значит 4 миллиметра за годы на вот но и нейтрофилы я не знал что это такое а потом вычитал в википедии ссылочки вставлю тоже клетки крови они отвечают за иммунитет сколько я разобрался значит не миелоциты ноль короче да у меня немножко уж и норма палечка ядерная нейтрофилы сегментно ядерные вот немножко уж и норма но это говорит о том что у меня просто хороший иммунитет врач задалась вопросом может быть у меня когда инфекция была или там температура была или нет но ничего такого не было вот потом идут эйзинофилы базофилы лимфоциты лимфоциты и моноциты в общем здесь все более-менее в пределах или чуть больше чуть выше нормы вот это вот эйзинофилы тоже клетки в крови значит из-за иммунитета допустим должно быть не более 5 процентов а у меня 6 ну такое то что касается крови по поводу мочи посмотрите потом фото сдавал я в начале этого года тоже мочу была у меня та же самая проблема немножко там по гигиене эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ писали там лекарства я сразу не вспомнил что у меня есть анализ что было все то же самое сильно расстроился поэтому потом пришел домой разобрался и понял что надо просто соблюдать волючат ему гигиену вот и все вот такие вот у меня анализы такие вот у меня дела то что я хотел сказать значит ссылки на то что такое я сделаю эти клетки крови фотографии добавлю ссылочку на прошлые результаты я оставлю эгговор ссылочку я сделаю ну и таким образом я продолжаю заниматься тем чем я занимаюсь я не стану вас спросить как это дело в донецке делать мне просмотры просматривать видео там если кто занимается покупками в интернете делать это с моих видео я не стану этого больше делать единственное если будут какие вопросы допустим есть вопросы вконтакте посоветовать какую-то диету по повышенного давления хочу сказать следующее что я выхожу теперь в интернет не более чаще чем раз два в месяц поэтому они смогут часто отвечать на ваши вопросы если не появятся но я могу посоветовать поскольку очень много времени уделяете вопросам то есть кое-какие знания информации у меня есть если кому-то надо будет вопрос задать скиньте мне пятерочку на мой счет мтс коннекта я оставлю номер вот если сейчас когда я туда зайду я буду уже знаю что личная пятерка у меня есть то есть я смогу ответить на этот вопрос пообщаться с человеком задать дополнительные вопросы уточняющие и таким образом по пообщаться на тема вашей проблеме вашей либо вашего родственника тоже касается интернета но и не раз уже говорил если у кого-то есть сильное желание так сказать ответить окончательно на вопрос как сыроедение все таки влияет на человеческий организм допустим на примере моего здоровья моего тела но вас смущает качество видео то есть это как бы не стопроцентное доказательство неполная объективность и и вы можете кем-то либо образно помочь либо материально либо технически допустим у нас есть какая-то там старая техника либо века ну в общем говоря у меня сейчас проблема в следующем у меня компьютер дышит наладом крышка монитор скоро мне оторвется вообще то есть она сейчас не подбирается металлическим листом вот компьютер старые нужно 8 лет ноутбук он подписает летом вообще работать с ним тяжело это во-первых во вторых опять таки денег нету я очень сильно сжимаю чтобы это все как-то успевать загружать ну и звук я тоже не записывать вы уже знаете таким образом если есть какая-то возможность и желание более объективно сделать эту информацию либо как один из вариантов здесь полтаве можем и другом городе есть возможность какое-то помещение более удобными условиями с интернетом нормальным чтобы ввести круглосуточное наблюдение за моим состоянием за тем что я не хамячу по ночам под подушкой какие-то там продукты вот я готов на любые эксперименты по этому поводу потому что у меня есть заинтересованность во первых состояние здоровья моего отца мне сильно беспокоит но и во вторых очень много людей которые страдают лишним весом не так или иначе с этим связаны они просто она не верит то что если альтернатива тому образу жизни которые не будут нет объективных доказательств вот и таким образом если куда-то есть какая-то возможность идеи как улучшить и сделать более объективно то есть что такое объективности когда человек сам видит они просто слышат от того то что человек занимается и он жив здоров сырые деньги объективность это когда есть доказательства в частности эти видео но они не 100 процентов объективны потому что опять-таки ночью я не снимаю хотя сейчас раньше я снимал по 9 часов сейчас уже 12-13 часов снимаю да я стал меньше спать не потому что мне что беспокоит а потому что я просто не успеваю изучать весь этот материал который у меня есть заниматься тем чем я хочу заниматься и вообще просыпаться нужно до восхода солнца для как минимум вставать в пять часов сейчас я просыпаюсь стараюсь в 3-4 часа уже встать вот они слышу последние дни не получается сказать надо в этой комнате пройти акклиматизацию вот ну в принципе это все остальное что я хотел сказать и по поводу сердца значит донецке я тоже делал кг смысле не тоже отдела кг и по тем результатам врач кардиолог сказал что это нормально но поскольку сердце не беспокоило он меня послушал сказал что это сердечная дистония прописал значит спокоительные но я их не пил я просто на продал продолжил работать на собой и более-менее все чувствую нормально сюда же я приехал было все хорошо тут отец переехал сюда ко мне в дом он жил в другом месте переехал дом и начались кое-какие у нас с ним разногласия и проблемы вот я стал в этом поводу переживать очень говоря сердечко начало тоже пошаливать вот эти мои перенапряжение с дыхательными упражнениями очень говоря меня врач послушала и сейчас она меня услышала значит а тахикардию но это как бы не болезнь это всего лишь начальный симптом ссылочку на тахикардию кому будет интересно почитать я тоже оставлю вот ну то есть нарушение сердечного ритма но не аритмия связано с проводимостью нервных импульсов сердечной мышцы ну такое вот то есть когда я сижу здесь спокойно мне никто не трогать расслабленная обстановка занимаюсь тени мантера читаю книги то есть я полностью сконцентрирован на положительном вот ничто не отвлекает таким образом я чувствую себя лучше вот ну и исходя из того что есть проблемы определенный объем работы над собой я ни в коем случае сейчас не могу не же не имею желания вообще идти на работу почему потому что я проработал пять лет в супермаркете два года был бригадиром в общем это в частности на мне тоже отразилось на состоянии моего здоровья я понимаю что сейчас идти на работа это все равно что то есть способствовать развитию этой болезни сначала это симптомы потом это уже болезнь но это значит подсесть на лекарство практически работать на аптеку а потом на больницу то есть мне надо просто находиться спокойно в состоянии без в общем работа над своим характером дело не в том какой менять если не делаем там какая у нас обстановка стране а не то как как мы как симу к этому относимся мне отношение очень такое нестабильное нервозное поэтому я должен менять свой характер и относиться к симу более спокойно это очень сложно сделать очень сложно сделать но у меня уже есть результаты есть продвижение я останавливаться не собираясь это же как же касается работы на иной сердечной мышцы в дальнейшем хочу сказать что есть у меня предрасположенность к тому чтобы но при определенных обстоятельствах пути монастырь какой насколько долго я пока еще не знаю но все события кармана моей жизни происходит я считаю как милость божья по-другому не принимаю не могу начнем с того что я до сих пор девственник и у меня нету никакой это вот тяги противоположную полу тем более к не противоположный полу это вообще бред это во-первых во вторых как вы понимаете у меня нету семьи вот я считаю что это хорошо в этой ситуации это было бы очень трудно вот но я не о себе я о детях понимать это большая ответственность вот третьих но у меня папа один остался да и над собой работать не хочет он очень сложный человек по характеру вот и вот сейчас у меня заканчиваются деньги компьютер дышит наладом и если так случится что деньги закончатся негде будет их взять платежа не будет и компьютер у меня сломается ну а деньги то что мне надо на интернет платить свет по 10 гривен каждый месяц и пшеницу если мне не хватит вот в общем говоря если все вместе это соберется и свалится я приму это как божье благословение уйду в монастырь то есть здесь в этой комнате я частично занимаюсь тем чем занимаются люди в монастыре только там гораздо это более тщательно более тщательно изучение священных писаний более тщательное служение господу более тщательное служение ну я не говорю что я не был верующим баса на меня свалилась и стал вершим нет просто сейчас на более низком своем низменном уровне я понимаю что это способствует улучшению своего характера и успокоению души и тела для меня сейчас самое главное все остальное там связь с богом там тому подобное я до этого не скоро еще дойду и дойду ли вообще то вопрос я не говорю что религия церковь у нас идеальны что там все хорошо все замечательно нет я просто говорю что человек меняется под воздействием всех этих положительных факторов в лучшую сторону и таким образом может служить и людям может служить и богу и вести очень спокойный образ жизни и помогать тем людям которые в этом нуждаются если ты имеешь какой-то опыт ты можешь в дальнейшем набраться еще больше опыта в общем у меня такая склонность что я не могу быть обычным рабочим что-то производить на заводе это не мое я также уже не могу быть продавцом обычным то есть заниматься экономикой там бригадиром дальше это тоже не мое я тоже давно понял также я не могу не могу стать военным это вообще не мое ну и следующее что ближе ко мне и всегда было ближе ко мне я всегда читал много книг много разных книг в основном популярную литературу это либо стать ученым которым я не стану либо продолжать заниматься записывать видео изучать свой организм изучать свое тело изучать свою душу и делать выводы делиться с кем-то этой информацией этими знаниями если кому-то будет интересно либо идти в монастырь и там заниматься духовной жизнью просто так идти работать возвращаться я не буду я никогда этого не сделаю ну вы скажете ой не зарекайся возможно и так но мне ближе жизнь в монастыре там тоже надо работать я прекрасно понимаю то есть каким-то образом обеспечивать кто там физический труд очень сильно отвлекает от прошлой жизни но все должно быть по силам я посмотрел один очень хороший фильм называется остров очень хороший фильм мне понравился на сайте торсунова я тоже оставлю ссылочку есть этот фильм в двух словах во время войны двое на барже везли уголь и немцы в общем заставили одного человека там матросом в кочегарке работал на этой барже застрелить другого который был капитаном но он его не застрелил а случайно попал ему в руку и тот прыгнул в воду но в результате этот так сказать который был в кочегарке выжил его спасли монахи и он 42 года по 70 там какой-то год проработан на кочегарке и каждый день каждую ночь он искупал таким образом свой грех убийство этого капитана в результате он стал святым человеком ему бог посылал ответы на многие вопросы прихожан он им помогал и он целыми днями то и дело что возил тачкой уголь с этой баржи к себе на кочегарку чтобы обогревать монастырь и у него в этой кочегарке была целая куча угля но он тем не менее не останавливался он спал на этом угле он все время возил 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 таким образом он молился искупал свою вину но в итоге не нашла божья благодать и этот человек этот капитан приехал на этот остров со своей дочкой а у этой дочки умер муж он тоже был военным и она немножко ну по этому поводу переживала в общем не начало немножко расстройство личности было в общем говоря этот монах осознал что божья благодать не зашла на него и этот капитан жив-здоров и таким образом на этой земле он как бы искупил свою вину в принципе он в этом не нуждался но считал себя большим грешником вот и в конечном итоге он умер оставил свое тело со спокойной душой отправился в пол вот такой вот хороший фильм то есть человек всю жизнь большую часть своей жизни считал себя грешником искупал свою вину в этом монастыре мне очень понравился очень хороший фильм побольше бы таких фильмов снимали там играет главная роль на чем тот артист который в бригаде снимался но там монах играет тоже такая не сильно большая роль но хорошая в общем рекомендую посмотрите на этом я буду заканчивать поскольку буду долго будет долго загружаться в общем тем кто дошел до этого момента я хочу сказать большое спасибо вот если вам была полезна эта информация для меня больше награды не надо вот я желаю всем нам счастья здоровья самое главное чтобы это счастье было нематериально материально все приходит и уходит это я уже по себе знаю чтобы оно было духовным чтобы это счастье было духовным всем счастливо это так что р не было так что ничего не не Продолжение следует... Продолжение следует...